Продолжение следует... Если это не так, ребята-ребята, наверное, я смешал метафоры. Надеюсь, я прав. Давайте посмотрим на это. Мне кажется, самые главные слова... Какой он милашка, посмотрите на него. В маленькой одежде времен Второй Мировой. Мама сказала, чтобы мне так спеть эту песню, чтобы вся страна встала. Вставай, страна огромная, Вставай на свет любой. С фашистской силой темной, С проклятой лодой. Пусть я, молоколонная, Скипает, как волна, И идет война наонная, Священная война. Не смеют крыльчонные На тот земной этап, Пусть я, молоколонная, Мои ее постолные, Пусть я, молоколонная, Пусть я, молоколонная, И бой, как волна, И идет война наонная, Священная война. Я попрошу на всем детям земли, Чтоб мы не слышали снарядов злых, И только не будет в мирной тишине, Пусть я, молоколонная, Пусть я, молоколонная, Пусть я, молоколонная, Скипает, как волна, И идет война наонная, Священная война. Добрый день, друзья! Вчера был наш всенародный праздник 9 мая. День победы советского народа над фашистской Германией. Многие по-разному относятся к этому празднику. Одни пытаются его по одному трактовать, другие по-другому. Все это связано с политическими, скажем так, движениями в мире и в нашей стране, в том числе. Я сейчас не буду говорить о том, кто как к этому празднику относится. Факт один. В 41-м году, даже раньше, в 39-м году, началась война, которая погубила до 50 миллионов человек. И как велась эта война, все знают. Если говорить о том, что происходит в нашем кооперативе сейчас, то я вижу здесь очень много аналогий. И сейчас я об этом вам расскажу. Ну, прежде всего, я вам расскажу о том, что в субботу, когда дачники решили на непонятный ответ Кузнецовой подать очередное заявление от наших юристов, вы видели, что происходило в конторе, что Павлова, кстати, очень любезно, с ласковым, приятным голосом рассказала, что она все подпишет. Она нормально все отвечала. Но тут же в будке сидит наша Кузнецова. И время от времени открывает окошко и пытается там что-то булькать из этого окошка. Я понимаю, что это уже диагноз, и его нужно чем-то лечить. Я не знаю, чем лечатся такие диагнозы. Я как бы не специалист. Но судя по тому, что Кузнецова каждый раз, открывая окно и видя камеру, она твердит одну и ту же фразу. Ну, то, что она говорила, вы член, вы не член, вы кто, вы никто, у нее сейчас появилась новая манечка. Она спрашивает, предъявите ваше удостоверение. Я не знаю вообще, честно говоря, о каком удостоверении идет речь, но видимо, что-то у нее в голове новое сыграло. Знаете, если я уже рассказывал, что у Эллочки Людоедки было 30 слов, ха-ха, хо-хо с различной интонацией, то вот у нашей Кузнецовой появилось третье слово. Называется оно предъявите, нет, третья фраза, предъявите ваше удостоверение. Ну, это болезнь, я думаю, ее нужно лечить, и причем лечить радикально, путем вывода этого человека вообще исправления кооператива, потому что от ее действий, от ее больного воображения становится всем плохо. Ну, а то, что касается Павловой, Павлова приняла заявление от дачников, дачники поняли, что опять ничего не выйдет у них с пуском воды на улице, вернее, в переулке Клубничном, на улице Клубничной. И пошли снова, сбили замки, потому что, ну, это никуда не годится, это просто какой-то произвол и издевательство над людьми, причем уже полгода издевательством. И когда люди сбили замки, они обнаружили, что уже мимо люка проложен другой водопровод, уже Клубничная подключена напрямую к другой части ветки, а переулок Клубничный, там, где был отвод, не просто отрезан и заблокирован, так еще люди обнаружили, что интересно. Неизвестно, конечно же, кто. Якобы сам кто-то из дачников, как говорит Павлова, просверлил дырку в той трубе, которая идет в переулок Клубничный. Потому что как раз именно из того места полилась вода, остатки воды, вернее, и там появился как бы маленький фонтанчик на короткое время. И люди, когда разрыли это место, обнаружили отверстие, сделанное именно сверлом, не пальцем, не гвоздиком, а именно сверлом. Это вот та дырка, которую люди заделали вот болтом, чтобы не протекала труба. А дырка искусственная на самом деле была. То есть ее просто тупо просверлили. Именно сверлом. То есть эти нелюди, они не просто отрезали людей от воды, они еще и испортили имущество. Народ, конечно, был очень возмущен и пошли искать водопровод, который питает Павлову. Мы обнаружили, что водопровод, который ее питает, запасной, это водопровод, который идет из соседнего кооператива и идет в переходную емкость, которая питает уже дом Павловой. Люди не стали ничего делать, потому что люди прекрасно понимали, что это вода чужого кооператива. И если мы что-то там начнем делать, то, конечно же, это будет уже нарушение закона. Но, тем не менее, мы видим, что Павлова заранее себя обеспечила и водой из чужого кооператива, и светом из чужого кооператива. То есть, она готовится к тому, чтобы эвакуироваться из нашего кооператива. И она понимает прекрасно, что рано или поздно будут какие-то действия со стороны Дачникова, которые заставят Павлову просто отсюда убраться к чертовой матери. Но мы же знаем, что мы должны делать это все по закону, поэтому Павлова уже заранее приготовилась. Я не знаю, каким образом готовится Кузнецова, но там разумом назвать нельзя, поэтому это ее личное дело. Ну и в тот день, когда эта компашка людям отрезала воду и люди увидели, что нарушен водопровод, они снова подтянули свои силы и снова заварили замки на этом домике, где находятся вентили на Клубничную и переулок Клубничной. Есть такой фильм, называется «Жажда». Это событие 1941 года, когда фашистско-румынские войска подошли к Одессе и началась блокада Одессы. И что сделали фашисты, нелюди в то время? То же самое делает и Павлова с Кузнецовой. Они людям не дают воду. Здесь прямая аналогия. Это нелюди. И это не то, что люди там нарушили какие-то коммуникации. Они воруют воду. Это просто Павлова и Кузнецова хотят их наказать за то, что люди к ним относятся немножко иначе. И вот эта вот аналогия, 1941 год, Беляевка, кстати. Вот там был вентиль, который открывал воду на Одессу. И там группа бойцов погибла, первая группа бойцов, потом была вторая группа. Они открыли на некоторое время воду в Одессу, удержали этот район, пока не подошли основные силы немцев и румын. И они подали в Одессу вот ту живительную воду, которая напоила на какое-то время город. То, что сейчас творят Павлова и Кузнецова, я хотел бы сейчас сделать такой маленький видеоряд. Я хочу сказать, чтобы вы просто посмотрели, дачники, на лица этих людей, которые живут на этой улице, в этом переулке. Просто посмотрите в глаза. Я специально не приукрашивал лица. Я просто сделал черно-белые портреты. Чтобы вы просто вгляделись в их глаза и видели, что те, кто сегодня рассказывает о том, что ну у меня же все есть, у меня же есть вода, у меня же есть свет, и Павлова меня ничем не обижала. Вы должны понять, что есть такое чувство, называется сострадание. Это чувство принадлежит человеку. Животам оно не принадлежит, это чувство. Но у человека оно есть. И вот почему-то часть людей, которые имеют сострадание, они, имея и свет, и воду, вступаются за этих дачников, над кем издевается Павлова и Кузнецовой. Посмотрите на эти глаза. Убирайте с проезда! КОНЕЦ КОНЕЦ И когда я просто обошел и посмотрел на этих людей, я подумал, что обзванивая дачников Павлова и Кузнецова, рассказывают всякие небылицы. Потому что кто-то воровал воду, и они препятствовали этому воровству. Кто-то сделал не так глубину. Кто-то не так себя ведет и хулиганит у нас, из наших дачников. Я наблюдал картину, когда одна из женщин в конторе в субботу пришла и отозвала свою подпись под требованием созыва внеочередного собрания. Я эту женщину видел. Я сделал ее видео, ее фото вернее. Я не буду показывать и рассказывать, кто она. Это на ее совести пускай будет. Но эта женщина рассказала, что она подписала нашу петицию, потому что она не знала, в чем суть вопроса. Неужели те люди, кто подписывал наши требования на внеочередное собрание и перевыборы Павлова и Кузнецовой, они не знали, о чем речь? Неужели она не знала, о чем речь? Она прекрасно все знала. Более того, именно я ходил на ту улицу, где были эти люди. И я все прекрасно рассказал. Более того, самое смешное, что рассказывая людям о том, что они не знали ничего, они прекрасно видят наши серии. И в одной из последних серий я прекрасно показал в хорошем качестве читаемый лист, где пишется, как должно было быть собрание созвано, на каких условиях, какие у нас есть требования. Это все видели. Вы же прекрасно все видите, что пишется в наших сериях. Просто кто-то запуган Павловой и Кузнецовой, кто-то боится, что им отрежут свет под любым предлогом, кто-то боится, что он останется на зиму следующей без воды и света, а кто-то просто боится, потому что Павловой и Кузнецовой каким-то образом в свое время их чем-то подмазали. Это касается либо неуплаты налогов каких-то, либо работы в магазине каким-то образом, либо кому-то давали деньги на ремонт, операцию на глаза, мы это тоже прекрасно знаем. И люди прекрасно знают, кто давал деньги этой женщине на операцию на глаза и чьи это были деньги. И эта женщина потом якобы деньги возвращала. Очень удобно быть добрым, чувствительным и сердечным, отдавая чужие деньги и повышая себе рейтинг. Поэтому, когда Павлова отдавала наши деньги на какие-то операции или не знаю на что, если ты добрый Павлова, отдай свои деньги и там как угодно рассчитывайся. Если ты отдавала деньги дачные, должны были деньги быть проведены через кассу, через банк, в виде суды какой-то, в виде отдачи. Но опять же, эти вещи решаются на собрании, на правлении. И те люди, кто был в правлении, они прекрасно помнят, что пришел еще один старик и тоже попросил денег на операцию, но ему не дали. Потому что уже был как бы первый пример. Поэтому очень удобно быть добрым за счет других. Если Павлова и Кузнецова такие умные, то пускай вначале покажут людям, где находятся документы, которые были украдены. Почему документы не восстановлены до сих пор? Я не буду сейчас много говорить. Просто у нас сейчас в самом деле идет народная война. Вот с этими проходимками. Священная война. И мы должны понимать, что мы руки не сложим, мы не боимся никого. И в самом деле, те люди, которые там, несколько человек, которые, возможно, отозвали свои подписи, должны понимать, что есть чувство сострадания. И когда эти люди попадут в беду, к ним сострадания не будет. Ну а то, что Павлова думает, что она отменила собрание, которое мы требовали созвать. Павлова, то же самое, что вы отмените восход Солнца и заход Луны, допустим. Это все до одного места. То, что вы хотите что-то отменить. У нас есть на вашей один вариант действий. У нас есть три варианта своих действий. Эти все три варианта законные. Ну, а насколько незаконные и действенные, вы поймете чуть позже. А пока наслаждайтесь тем, как вы отдыхали в субботу, в воскресенье, в пьяном угаре бегая по даче. Как вы долбили калитку Кузнецовой. Как вы матерились на наших дачников. Как ваш сожитель Маевский бегал с двумя телефончиками и снимал там людей, чтобы, не дай бог, они его не побили и не сделали каких-то других действий. Мы все помним, все знаем прекрасно. Поэтому мы не складываем оружие. Мы будем бороться до тех пор, пока вас не будет в нашем правлении. И это будет сделано абсолютно законно. Поэтому, дачники, не вешаем нос. Все будет хорошо. Победа будет за нами. До свидания. Такого никогда в жизни не было. Никогда. Таких результатов не добивался ни один председатель.